Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я хотел бы обратиться к жителям микрорайонов Москвы Тропарева Никулина, Очакова Матвеевская и Солнцева. Сначала представлюсь, может быть кто-то меня еще здесь не знает. Меня зовут Сергей Матвеев, но более широко я известен как Аган Себастьян, создатель и бессменный ведущий первого циничного канала, активист и блогер мужского движения. Собственно первый циничный канал вы сейчас смотрите, именно на нем будет опубликовано это видео. Ну а еще я ваш сосед. Да, друзья, 37 лет уже скоро, всю собственно свою жизнь я прожил здесь, в Тропарево Никулино. Вот буквально шаговая доступность отсюда. Сегодня я хотел бы сказать вам пару слов о том положении, о том вопиющем положении, в котором оказываются дети, воспитывающиеся в неполных семьях. К сожалению, сейчас больше 50, наверное, если не там 60 процентов детей воспитывается в неполных семьях. Институт брака семьи в России уже трещит по швам. Ну а крайними остаются дети, это понятно. Вообще в любой ситуации крайним остается самый слабый, самый незащищенный, самый в конечном счете чистый человек. Вот он действительно все шишки огребает. Действительно дети крайние. Они зачастую становятся разменной малетой в каких-то разборках взрослых, разборках родителях. Один из родителей уплачивает, может быть, уплачивает алименты, другой из родителей тратит их, может быть, на ребенка, может быть, даже сам софинансирует каким-то образом воспитание ребенка. И все это может быть. Практически нет никаких инструментов контроля за траты алиментов, за траты, допустим, второго родителя, то есть получателя алиментов. Ребенок зачастую действительно становится предметом торга, когда получатель алиментов, недовольный суммой этих алиментов, который не факт, что тратит на ребенка, говорит, хочешь общаться с ребенком? Не вопрос. Сверх алиментов такая-то сумма, и общаешься, потом сумма может расти. Это что такое? Это торговля, лизинг, аренда. Что это? И знаете, что интересно? Иногда в новостях всплывают в средствах массовой информации такие вопиющие ситуации, что нашли девочку Маугли, которую там мать, ну, прости господи, мать чуть голодом не уморила, где-то еще детей брошенных нашли. Обо всем об этом говорят, сразу же уполномоченные по правам ребенка подсоединяется, прокуратура. Это очень большой огласке придается. Но эти случаи, к счастью, пока что единичны. А вот когда происходит случай, который я описал, когда детьми действительно родители торгуют друг с другом, разменную монету делают, о них не говорят. Потому что если говорить о них, то нужно говорить статистику. А какая статистика? Двое из трех, трое из четверых, четверо из пяти. Статистика очень неприглядная. Тогда нужно говорить, что наше общество фактически звериное. Что оно, мягко говоря, не выполняет функцию человеческого общества. Серпентарий какой-то. Поэтому и не говорят, потому что некрасиво, потому что неудобно. Мужское движение, активистом которого я являюсь, давно борется за изменение алиментного законодательства. В числе прочего мы предлагаем некоторые реформы. В частности, введение обязательной отчетности по алиментам. То есть, если получатель алиментов, он не просто должен брать алименты. Все, выбил, слава богу, как говорится, заплатили. Он их взял и непонятно на что потратил. Он должен отчитаться перед госорганами, перед платильщиком алиментов, что деньги потрачены именно на ребенка. На что конкретно? И если там будет покупка, не знаю, билета на концерт Стаса Михайлова, то, наверное, это не для ребенка. Дальше. Это первое. Должна быть обязательная отчетность по трате алиментов. Сейчас же есть очень серьезные инструменты по, скажем так, мотивации плательщика алиментов заплатить эти алименты. Все в интересах ребенка. Должен быть инструмент, который заставит получатель алиментов потратить эти деньги на ребенка. Иначе какая разница, плательщик алиментов не заплатил алименты, ребенок без денег остался, или же получатель алиментов получил и потратил их не на ребенка, ребенок опять без денег остался. Какая разница? В интересах ребенка введение обязательной отчетности. Дальше. Вторая инициатива, с которой выступает мужское движение, это зеркальные алименты. То есть, если назначается одному из родителей алименты, допустим, в сумме 10 тысяч, он плательщик, то получатель алиментов должен отчитаться за 20 тысяч, потраченных на ребенка. Со своей-то стороны он также должен участвовать, финансово участвовать в воспитании ребенка. Он не только должен брать и говорить мало, он должен еще и вложить аналогичную сумму. Поэтому алименты должны назначаться сразу же двум родителям, и получателю, и плательщику алиментов. То есть, получатель и плательщик будут совпадать в одном лице. Так вот, это вторая инициатива. Третья инициатива. Это ограничение препятствий, ну скажем так, работа какая-то с теми лицами, которые препятствуют общению родителей и детей. Потому что сейчас этого тоже очень много. Я уже сказал, хочешь общаться с ребенком, давай деньги. Причем не ребенку, мне лично. Или ты его не увидишь. Очень часто действительно ребенок становится предметом торга. Это же бред. Это торговля ребенком, человеком, собственными родителями. Вот эти манипуляции, это не что иное, как торговля. Поэтому, если кто-то из родителей препятствует другому родителю общению с ребенком, то должно быть самое суровое наказание. Вот это три инициативы, с которыми выступает мужское движение. Что я предлагаю вам? Вам, конкретно моим соседям. Я создал группу, пока что ВКонтакте. Это первая инициатива, это первый буквально вот камень. Надеюсь, пойдет, надеюсь, с этого начнут твориться великие дела. Группа ВКонтакте называется Тропарева, Никулина, Очакова, Матвеевская и Солнцева против алиментного беспредела. Ссылка на эту группу будет вот здесь, в описании этого ролика. Прям первая ссылка. Щелкните, перейдете в эту группу. Но не перейдете. Группа закрытая. Да. Закрытая. Поэтому кидайте заявки на вступление в группу. Но только те, кому не безразлична проблема, кому действительно, ну, хотелось бы что-то изменить в данной ситуации. И только те, кто живет в перечисленных районах. Тропарева, Никулина, Очакова, Матвеевская и Солнцева. Я понимаю, что сейчас вы можете задаться вопросом, а почему, собственно, только эти люди? Если я живу не здесь, мне что, безразлична эта проблема? Друзья, очень много материалов, кроме этой группы. Очень много материалов на Ютубе, в других группах мужского движения. Поэтому поучаствовать есть возможность у всех. Но практика показала, что теоретическое участие, комментарии, какие-то переписки в социальных сетях, ну, к сожалению, это малоэффективно. Такое участие есть, оно важно. Вот недавно митинг, например, в Сокольниках прошел. Московские активисты мужского движения подъехали. Порядка 50 человек собиралось. Все это здорово. Но, понимаете, чтобы выстраивать какую-то работу, какое-то взаимодействие в реальном мире, здесь, нужно быть соседями. Мы же не знаем друг друга. Это вообще проблема больших городов. Мы живем, можем жить в соседней квартире и друг друга не знать. Поэтому нужно быть соседями, так легче взаимодействовать в реале. И поэтому, как один из вариантов решения изменения ситуации, ужасной ситуации, которая на сегодняшний день есть, я предлагаю создание закрытой группы, но соседей. Не хотелось бы, чтобы там были фейки, поэтому кидайте заявки на вступление. Может быть, пообщаемся, я посмотрю, чтобы, ну, реальный человек был адекватный. Может быть, даже желательно напишите адрес, где вы живете. Ну, не в смысле полный адрес там с квартирой, а, ну, улицу примерно, чтобы я понимал, что мы действительно соседи. Мне не хотелось бы, чтобы эта группа была каким-то очередным сборищем балбесов ВКонтакте. И чтобы ее наполняли какие-то фейковые анкеты. Нет, только реальные люди, которые настроены на реальные действия, реальное решение проблем. В ближайшее время в этой группе будет выкладываться масса материала, касаемо вопросов, которые я сейчас затронул. Это нарушение прав детей, это алименты, это алиментный беспредел. Вы увидите различные точки зрения, вы увидите людей, пострадавших от нынешнего законодательства, вот от этого самого алиментного беспредела. Предлагайте ваши способы решения. Подтягивайте туда людей. Давайте начнем вот отсюда. Просто ничего другого я не вижу, как начать со своего места жительства. Давайте начнем отсюда. А дальше уже, может быть, кто-то к нам подтянется. Она, разумеется, эта группа не будет все время закрытой группой трех районов. Она будет расширяться. Но сначала необходимо выстроить взаимодействие в реальном мире. Практика показала, что выстраивание взаимодействия в виртуальном мире неэффективно, к сожалению. Это разрастается, это обсуждение, это какие-то просто уже в конечном счете даже ненужные разговоры, ни о чем, сто раз по одной теме и ничего больше. Поэтому реальное давайте сделаем здесь. Реальное какое-то действие. Итак, в описании сюжета ссылка на группу. Кидайте заявки, будем объединяться. Продолжение следует...